Крупный пожар произошел в центре города. На пересечении улиц Зарубина и Симбирска горел жилой массив. В результате ЧПМ без крыши над головой остались несколько семей. Почему же ночью загорелся жилой дом, выяснила Анастасия Куклева. Сильные заревы этой ночью осветила центральную часть города. На кадрах любительской съемки отчетливо видно, как пламенем охвачен практически весь квартал. Вот так частный сектор выглядит сейчас после пожара. Огонь полностью уничтожил жилой дом и два сарая. Также пламя частично повредило и соседние жилые дома. Пыталась закрыть окна, когда пожар начался. Так как пластик уже был нагретый, и получается, что руки обожгла немножко от пластика. Собственными руками эта женщина пыталась спасти квартиру от огня. Но все тщетно. Пламя соседнего строения перекинулось на дом Ольги Волковой в считанные минуты. Крыша, стены и потолок все уничтожено огнем. В 12 ночи я услышала крики на улице. Горим, вставайте, выходите. Я сначала сразу не поняла, потому что окна пластиковые были открыты вверх. И ни задымления, ничего не было. Такого сильного в доме. Я выглянула вот в это окно и увидела то, что вот этот дом напротив горит. Муж побежал, у нас дед напротив в доме инвалид. Они с соседями взяли лом, побежали дверь вскрывать, деда вытаскивать. А я обратно забежала домой за документами. Возгорание произошло вот в этом доме на втором этаже. Квартиры в этой части здания давно расселены. Здесь отсутствует электричество и газ. Местные жители не сомневаются, вероятнее всего это был поджог. Они сказали, что скорее всего поджог. У нас недавно приходили предложения и делали на расселение этого квартала на всей улице. А он говорит, ну скорее всего, потому что, он говорит, такой там ни электричества, ни газа в этом доме не было. Людей посторонних там не было. Происходило интенсивное горение на втором этаже и чердачном помещении. Площадь пожара составила 250 до 300 метров. Всего в тушении пожара принимали участие 9 единиц основной техники и 3 единицы специальной. Значит, на тушение пожара было подано 6 водяных стволов, 3 машины поставлены на водоисточники. К месту пожара проложена магистральная линия. Пока спасатели укращали огонь в этом дворе, пламя перекинулось на соседнее строение. Последствия пожара в этой комнате видно невооруженным глазом. Стены разбухли от воды, потолок на полу, а через крышу теперь видно небо. Я здесь спала. Вот, помните, спала. Отсюда прям дым и запылала, и я вышла туда. В момент возгорания хозяйка квартиры находилась дома. Женщина спала. Единственное, что успела, схватить документы и выбежать на улицу. Сейчас во дворе Рушани ее родственники и друзья разбили стихийный лагерь. Они перемывают посуду и складывают в коробки уцелевшие вещи. Мебель все вот эта сгорела. Там вот у меня диваны были, кровать. Все. Они непригодные уже. Все. Вот это что я смогу, что я сделаю их теперь. Еще не смогу. И вещи кое-какие вот спасла, а кое-какие вообще нет. В результате пожара пострадали два человека. Оба находятся в больнице. Еще двое от госпитализации отказались. Полностью непригодны для жилья семь квартир. Сейчас жители разбирают завалы и выносят уцелевшие вещи из горевших домов. Для восстановления жилья людям необходимы средства и стройматериалы. Погорельцы обращаются ко всем жителям Саратова с просьбой оказать какую-либо помощь. Поддержать пострадавших можно, позвонив по телефону, который вы видите на своих экранах.